Мясо и молоко. Ещё один закон, который в равной степени относится и к мясу млекопитающих, и к птице — запрет смешивать мясное и молочное. Собственно, сама Тора запрещает только готовить вместе мясо и молоко. Но мудрецы, чтобы избежать путаницы и случайных ошибок, постановили, что для мяса и молока нужно иметь два разных набора посуды, и что два человека не могут есть за одним столом один мясное, другой молочное. Мясом в данном случае называют любые кушания, содержащие мясопродукты, например, всевозможные супы и соусы. Для мясного и молочного нужно завести отдельные столовые приборы — тарелки, кастрюли и сковородки. В религиозных домах принято по-разному помечать мясную и молочную утварь, чтобы избежать путаницы. Изначально стоит завести разные скатерти. Поскольку мыть мясную и молочную посуду необходимо раздельно, во многих домах для этого делают две отдельные раковины. Если из мясной посуды поели молочное или наоборот, возникает сомнение, хошаш, что посуда стала некошерной. Если человек хочет пользоваться ею и дальше, он должен проконсультироваться с раввином, возможно ли снова сделать ее кошерной. Смотри ниже. Разделить нужно любую посуду. По некоторым мнениям, стекло не «впитывает» в кавычки «молока» или мяса. Поэтому для любой трапезы можно пользоваться одними и теми же стеклянными стаканами, впрочем, только после тщательной очистки между различными видами пищи. Однако за металлической, деревянной и керамической посудой нужно следить очень и очень внимательно. С пластиковыми вещами тоже может возникнуть много проблем. Так что лучше всего завести два совершенно отдельных набора посуды, как было принято в еврейских домах с незапамятных пор. Значительная часть продуктов и кушаний не являются ни мясными, ни молочными, но нейтральными, или, как говорили ашкенасские евреи, «парве» — сноска. По некоторым мнениям, это слово восходит по латинскому «парвус» — нейтральный, конец сноски. Такие блюда можно спокойно есть и с мясом, и с молоком. Рыба или яйца, например, «парве» — блюда со сложным составом, например, выпечку, нужно обязательно проверять на наличие мясных или молочных ингредиентов. Помимо того, что мясное и молочное нельзя есть вместе, мудрецы постановили, что между мясной и молочной трапезой должно пройти определенное время — шесть часов, три часа или час, в зависимости от обычая общины. После молочной трапезы нужно ждать и не так долго, однако менее получаса. Исключением являются твердые сыры. После них ждут существенно дольше. Продолжение следует... Продолжение следует...